О главных событиях к этому часу расскажем в вечерних новостях в студии Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп обжаловал в судебном порядке требования федерального судьи, согласно которому бывший вице-президент Майк Пенс должен будет дать показания в суде под присягой. Следствие планировало использовать показания Пенса в расследовании Министерства юстиции о попытках отмены результатов президентских выборов 2020 года, когда Трамп уступил демократу Джо Байдену. На прошлой неделе бывший вице-президент заявил, что не будет обжаловать решение судьи, потребовавшего дать показания федеральному большому жюри о его разговорах с Трампом накануне нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года. В мартовском постановлении судья отметил, что Пенс может отказаться отвечать на эти вопросы. Генеральный прокурор Соединенных Штатов Мэрик Гарланд назначил специального прокурора Джека Смита для проведения двух отдельных расследований. Первое касается попыток вмешательства в мирную передачу власти после проигрыша Трампа Байдену в ноябре 2020 года. Второе расследование касается хранения Трампом секретных документов в его поместье Мара Лага во Флориде после ухода с поста президента в январе 2021 года, а также попыток Трампа воспрепятствовать расследованию, проводимому Министерством юстиции. Трамп неоднократно делал ложные заявления о том, что он проиграл выборы 2020 года Байдену из-за массовых фальсификаций. Он также подверг критике Пенса за то, что тот не заблокировал сертификацию Конгрессом победы Байдена 6 января 2021 года. Когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, некоторые из них скандировали, цитата, «повесить майка Пенса». Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что планирует внести на рассмотрение Верхней Палаты Конгресса резолюцию, отвергающую призыв экс-президента Дональда Трампа к сокращению расходов на Министерство юстиции и ФБР. Трамп, который стремится вновь стать президентом в 2024 году, обратился к республиканцам в Конгрессе через день после того, как в Нью-Йорке ему были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации по 34 статьям. Шумер заявил, что предложит проект сенатской резолюции, отвергающей меру, предложенную Трампом, назвав эту меру необоснованной, корыстной атакой на мужчин и женщин, которые обеспечивают безопасность нашей страны. В резолюции будет отмечена преданность сотрудников правоохранительных органов своему делу. В заявлении Шумера отмечается, что в ней также будут осуждаться призывы к сокращению штатов Министерства юстиции и ФБР и попытки подорвать доверие общества к ним. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, который отменяет чрезвычайное положение в стране, связанное с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Режим чрезвычайной ситуации действовал в стране с 1 марта 2020 и многократно продлевался. Всего за период пандемии от коронавируса умерли 1 миллион 100 тысяч человек. 31 января пресс-служба административно-бюджетного управления Белого дома сообщала, что администрация президента выступает за прекращение действия режима 11 мая. По состоянию на 10 апреля этого года за неделю было зарегистрировано более 120 тысяч новых случаев заболевания и почти 2 тысячи умерших. Об этом сообщает американский центр контроля заболеваний. 9 апреля университет Майами Health System и медицинская школа Миллера при университете Майами сообщили, что в Соединенных Штатах родились двое детей с повреждениями мозга из-за коронавируса, которым переболели их матери во время беременности. У обоих наблюдались судороги, микроцефалия и задержка в развитии. И хотя тест на ковид у младенцев был отрицательным, количество антител было очень высоким. Администрация Белого дома на следующей неделе начнет тестировать более быструю процедуру собеседования для предоставления убежища мигрантам, пойманным на незаконном пересечении границы Соединенных Штатов и Мексики. Официальный представитель Департамента внутренней безопасности Маршай Спиноза заявила, что сотрудники службы предоставления убежища проведут первоначальные собеседования для небольшого числа мигрантов в течение нескольких дней, пока они остаются под стражей пограничных властей. По ее словам, собеседования будут проходить по телефону и мигранты будут иметь доступ к юрисконсульту во время разговора. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в последние месяцы ввел новые пограничные ограничения, поскольку он борется с рекордным количеством мигрантов, пойманных на нелегальном пересечении границы. Дональд Трамп также использовал быстрые проверки на предмет предоставления убежища, чтобы ускорить рассмотрение дел, но эти проверки проводились сотрудниками таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов и без гарантии юридического представительства. С марта 2020 года власти смогли быстро выслать мигрантов, пойманных на незаконном пересечении границы, обратно в Мексику в соответствии с приказом о COVID-19, известным как раздел 42. Срок действия приказа истекает 11 мая и администрация Байдена готовится к возможному увеличению числа переходов. После этого, по словам Эспинозы, эксперимент с более быстрыми собеседованиями на получение убежища послужит основой для передовой практики, если администрация решит применить эту процедуру более широко в будущем. Программа по созданию круглогодичных школ в некоторых округах Флориды проходит через законодательное собрание штата. В случае ее одобрения эта пилотная программа начнется в следующем году и продлится 4 года. Комиссар по вопросам образования Флориды решит, какие школьные округа примут участие. По словам сторонников, круглогодичная школа может помочь учащимся оправиться от потерь в обучении во время пандемии COVID-19. Закон штата требует, чтобы школьные советы управляли школами в течение 180 дней в году или по часовому эквиваленту, но школы могут работать по расписанию круглый год. Цель программы состоит в том, чтобы департамент образования помог школьным округам в создании круглогодичной школьной программы как минимум в одной начальной школе округа и изучил проблемы, преимущества и варианты расписания для учреждения круглогодичных школьных программ для всех учащихся. Районы могут подать заявку на участие в программе, уполномоченный штата по вопросам образования, выберет пять округов для участия и, насколько это возможно, эти округа будут представлять различные демографические группы, включая, помимо прочего, городской, пригородный и сельский школьный округ. Округа, подающие заявку, должны будут предоставить информацию о количестве учащихся начальных школ, которые будут участвовать, об академической успеваемости и количестве прогулов этих учащихся, а также о приверженности педагогического персонала этой школы или школ круглогодичному обучению. Округа, желающие принять участие, также должны будут предоставить объяснение того, как реализация круглогодичной программы принесет пользу учащимся. Двое 17-летних парней получили огнестрельные ранения в Нью-Йорке на станции метро. Стрельба произошла возле кассы на станции Берг-Эвеню. Одному из подростков пуля попала в голову, его доставили в больницу Джейкоби, где врачи констатировали его смерть. Второй пострадавший получил пулю в бедро, его госпитализировали. Состояние подростка оценивается как стабильное. Мотив и обстоятельства стрельбы неизвестны. На данный момент у властей нет ориентировки на подозреваемого. Шахтер из Юты с помощью динамита сделал в скале свой собственный дом в пещере и теперь сдает его в аренду на Airbnb за одну тысячу долларов за ночь. Грант Джонсон жил в пятиметровом трейлере в Юте, когда в 1995 году ему представилась возможность купить 16 гектаров земли в суровой дикой местности штата. Джонсону сказали, что это место было заброшено в 70-х годах, но это было идеальное место для его давней мечты превратить скалу на участке в дом, используя динамит и свои собственные руки. Джонсон потратил 25 тысяч долларов и следующие 20 лет на усовершенствование своего нового дома. Собственность его расположена в южной части штата примерно в четырех часах езды к северу от Гранд Каньона. Джонсон живет в пещере со своим партнером, когда они не сдают ее в аренду, и они также управляют собственностью как фермой и выращивают помидоры, перец, чеснок и кукурузу, часть из которых они продают и даже разводят лошадей, коров, свиней и индюков и планируют построить для них собственный пещерный сарай. Комната в западной части собственной лестницей, ведущей на балкон, сдается за 350 долларов за ночь. За 1000 долларов гости могут взять в аренду всю недвижимость с тремя спальнями, а Джонсон и его партнеры освободят помещение и поселятся в хижине неподалеку. Гостям Airbnb предлагается прокатиться на веревочных качелях перед домом в скале, а внутри гостей ждут грубые каменные лестницы, соединяющие комнаты пещеры. Пещера работает автономно и использует воду для питания розеток, хотя в списке отмечается, что фены и сковородки для блинов, в частности, слишком сложны для этой гидроэлектрической системы. Еще одно важное замечание — нет Wi-Fi. Джонсон сказал, что ему нравится смотреть, как гости восхищаются нетронутой природой и слышать, как они чувствуют себя более связанными с природой, оставаясь в пещере. Продолжим выпуск через несколько минут сразу после рекламы на RTN.